Ангелы У нас могут быть участниками и профессиональные, и непрофессиональные художники. Нам важно, уровень мы все-таки осмотрим, мы не можем принять все работы, но нам еще очень важно то эмоцию, то настроение, которое заложено в проекте, чтобы было передано, чтобы картины вдохновляли, благословляли на выздоровление, на какие-то достижения жизненные и самые добрые светлые эмоции передавали. 365 ангелов объединят в один большой холст размером 4 метра высотой и 92 метра в длину. Всего пока собрали 288 картин из 25 стран, а в Одинцовский округ приехал особенный проект – это репродукции международных ангелов. Интересны картины тем, что их перенесли на ткань, чтобы каждый гость смог их потрогать. Такое тактильное восприятие, уверяют организаторы, позволяет лучше понять замысел художников. Дети, изображая ангелов, ангелов мира, и как правило, я вижу на картинах, присутствует образ женский лик, и понимаю, что дети олицетворяют, конечно, наверное, в первую очередь, это как образ мамы, который дает спокойствие, душевное, какой-то такой вот равновесие, любовь и какую-то умиротворенность. И кажется, для этих ангелов нет границ. География впечатляет. Точка отчета – Красноярск. Там родилась идея проекта. Одновременно по всему миру проходят по шесть выставок. Инсталляции как в Магнитогорске, так и в Турции. Уже прошло почти 200 выставок. В нашем регионе ее приурочили к 75-летию празднования победы в Великой Отечественной войне. Мы сейчас просто простые мероприятия на объекте не проводим. Мы все-таки хотим какую-то выбрать направленность. Значит, у нас вот эта духовная составляющая и те мероприятия, которые под эгидой памяти наших предков, наших родителей. Выставка не ограничилась холом пансионата. Для гостей из Сибири провели экскурсию по местам боевой славы. Деревня Дунино – рубеж обороны, на котором в декабре 41-го года войска Красной Армии остановили оккупантов. Каждый гость выставки может внести вклад в искусство и подрисовать красивые крылья ангелу. Это решили сделать и мы.